Всем привет! Это новый выпуск нашего подкаста «Премьер-лига несправедливости». Миша Равенский вернулся из отпуска. Наконец-то больше он не скотина. И мы в новой локации, как вы видите. Так что в новой локации, но по-старому мы обсудим сейчас восьмой тур российской премьер-лиги. Как сказал-то, а? Всем привет! Ну что, начнем. В клонологическом порядке, как обычно, Краснодар в Сочи. Краснодар выиграл. 2-1. 2-1. Ну что, а снова восхитимся Эдуардом Спирцаном? Да, слушай, на самом деле гол. Но гол просто отдельная тема, потому что это просто идеальная контратака. Там Сочи должен был забивать. Потом сразу же убежали, там, не знаю, три передачи, и Спирцан идеально исполнил этот парашютик. Вообще про Спирцан у меня такая мысль, что, мне кажется, вот сейчас, возможно, просто красивая цифра 3. Но, мне кажется, вот три игрока, которые могли бы уехать в Европу сейчас и там прям играть. Так, Захарян? Захарян, потому что, как бы, ну, Челси, да, как бы, ну... Сейчас доберемся, да? Неспроста, да. Спирцан и Сафонов. Сафонов. Ну, Сафонов, да, наверное. Получается, два человека из Краснодара. Как тебе? Ну, это логично. Я ожидаю, мы сейчас на того, как они... Какой упор они делают именно на это. Тем более, в нынешней ситуации, кому как не им тащить и не выделяться. Но Краснодар, прям, знаешь, по последней пару туров, наконец, начинает произвести впечатление команды, которая вот возвращается из концовки прошлого сезона, да, они начинают понимать, во что они играют. Они играют очень, так, солидно, монолитно и очень ярко. То есть, мне Краснодар очень нравится. Ну, вообще, Сочи получил зарубу прям. Зарубу. Конечно, краснодарская, краснодарская дерба. Южная, да. Южная, южная. Еще главный шок. Забил Милкадзе, причем, мне кажется, вот Милкадзе, он из тех игроков, которые забывают только в таких ситуациях, типа, знаешь, там должен был... Там отмена гола была у Краснодара, то есть там 3-0, разгром. Да, и тут же все переворачивает, забивает Милкадзе. Ну, Милкадзе, гол Милкадзе, это вообще праздник, да? Ну, там бурмистр все классно сделал, надо отметить. Прошел передачку. Вот так вот, да. Ну, и еще один хайлайт, травма Черникова. Да, говорят, там подозрение на разрыв связки дельностопа. Во-первых, там очень серьезно, явно прям видно было. А во-вторых, ну, в моем понимании, Черников игрок, который ломает других людей, а не сам травмируется. Тут, 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 там, онался сам. Как бы, знаешь, прилетел немножко бумеранг, ну, так. Ну, это грустно, на самом деле. Краснодар, для Краснодара это очень прям потеря серьезная. Не знаю, будут ли они сейчас искать замену, но что-то им нужно делать. Ну, без Черникова им тяжко будет в опорной зоне. Нет, сто процентов. Поэтому, нет, ну, вообще Краснодар в порядке, конечно. Ну, на самом деле, такой матч, не знаю, какой там счет мог быть, не знаю, 5-5. 5-5 реально, да. 6-6. То есть там Сочи тоже моментов полно было. Один там Рамирес сделал сейф, не знаю, пахом, как это назвать. Пахом. Защитил в родину, так сказать. Да, да. Всем просто, с чем можно было. И чем нельзя. Мне, кстати, очень понравился Баньянс, трансфер Краснодара, этот серб, очень качественный парень. Наверное, из всех сербов, которые в этом межсезонье приехали в Россию, пока он производит наиболее яркое впечатление. А можно отдельную рубрику вводить сербы в РПЛ. Сербы в РПЛ? Приехал целую тему. Каждый тур убирать лучшего. Да, да, да. Лучший серб? Это Михаил Убаньянс. Ну, типа. Ну, типа. Ну, в общем, не знаю. У меня Краснодар повел очень большое впечатление. Удачки. Удачки им, да. Но с Сочи, я не знаю. В принципе, нельзя сказать, что они как-то плохо играли. Нет, в том-то и дело, я говорил, моментов было полно. И у тех, и у других. Так что, не, классный матч. Ну, и Краснодар вперед, видимо. Туда, вершины. На вершины. Да, да, да. Они хотят за чем-то бороться. Ну, это до свидания сразу же. До свидания сразу же. Мы можешь с тобой еще скажем, почему. По чемпионству, да? Да, я тебе все припомню. Припомнишь? Хорошо. Конечно, обязательно. Хорошо, хорошо. Ну, давай. Динамо-Урал 2-1. Сейчас, знаешь, такие флэшбэки весеннего боречка в Динамо после этого матча с Уралом, когда... Когда они чемпионцы потеряли. Когда было, да, наказание жесткое. Но тут нет, уже все, на это все спокойно. Хотя, как спокойно. На самом деле, Урал, вот, не знаю, он сейчас внизу плетется прям, да. Там уже многие просто говорят, типа, что все, там, типа, вот эта группа, да, 4-х команд, они прям все, до свидания, вылетают, вообще не согласен, Урал абсолютно небезнадежный. Вот... Это Гончаренко, да? Во-первых, ну, понятно, сейчас начнется, да, это Гончаренко. Нет, даже дело не в Гончаренко, просто, ну, команда, там состав не самый плохой, то есть, типа, торпеда гораздо слабее, это видно, и, ну, это небезнадежная команда, короче. И в этом матче тоже они отрезками, но играли нормально. И, на самом деле, кстати, это еще Гончаренко. Он, как он сказал, мы вытащили себе максимум в этом матче, да? Да, 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 и проиграли. И проиграли. Гончаренко ужасно просто полыхал, бомбил, я не знаю, как назвать, набровки. Я такого Гончаренко злого никогда не... То есть, он, в принципе, эмоциональный человек такой. Я сидел прям за скамейкой Урала, да, это. Он был, удивительно, он был эмоциональнее Григория Иванова. Ну, я хотел сказать, да, что я впервые... Это вообще редкость. Я впервые, я про это написал в своем канале даже, подписывайтесь. Меня что-то прорвало на этом матче просто. Я начал туда строчить просто посты. Я впервые увидел к Иванов спокойный, а кто-то рядом гораздо эмоциональнее его. То есть, там уже Иванов даже успокаивал Гончаренко. Потому что Гончаренко, конечно, мне наводили камеру, и там просто по губам читается весь русский мат. Просто вот все слова, которые можно вообще и нельзя знать. Это забавно. Вот. И что еще можно сказать? На самом деле, Динамо очередная победа такая, да? Ну, 2-1. В стиле Яканович. В стиле Яканович. Там просто интересно, сколько долго это может продлиться, потому что... В нашем чемпионате очень долго, я думаю. Ну, вроде как да, но просто график у них хороший. Они идут без поражений. У них там периодически какие-то ничьи, но при этом они стабильные выиграют таким вот 2-1, 1-0. Вот они все любят. И в целом график отличный. То есть, если они вот так вот продолжат, и если удастся такой темп сохранить до конца чемпионата, то можно там, не знаю, топ-3. Топ-3, да. И топ-3 это будет успех для них. Конечно. Сто процентов. Конечно. Но вообще, я до сих пор, я не знаю, судейство, что с этим делать? Ну, как не дали пенальти в первом тайме ворота Динамо, когда я забыл фамилию этого игрока Урала, к сожалению, генер, которого вот так вот просто притянули на угловом вниз. Я сейчас не вспомню уже. Да. Что это вообще? Как не дать тут пенальти? Еще одна рубрика. Судейство? Я не понимаю вообще. И в игроке Урала тоже не понимаю. Там после матча Гагличидзе, ой, не Гагличидзе, Гаджимурадов прям сгорел максимально. Говорит, постоянно нам отменяют пенальти. В наших ворота бы сто процентов поставили бы. Вот это вот все. Ну и... Гончаренко настроил ребят как будто, да? Передал им свой такой импульс. Вайп, да. Да, но вообще, о чем мы забыли сказать? Мы не забыли, мы к этому медленно подходили. Галы Динамо. А, я думал, ты про Захаряна. Нет, про Захаряна дождем. Галы Динамо. Первый гол классный, да, Чукавин там? Подача под Шевлюка, положил корпус. Ну, что он положил в Макаров? Макаров псих. Это что это такое? Слушай, Макарова же реально такая история интересная. Он не умеет забивать непрасиво. Во-первых, а во-вторых, его там любят, ну, принято просто как-то немножко критиковать за его стиль. То есть он действительно любит одни и те же… Никогда не отдаст передач, а скорее пробьет. Одни и те же приемы используют. Это все тут, знаешь, на замахе вечно убирать 10 человек, потом бить издалека. И вот обычно заканчивается ничем. Но он же подражатель Робина. И всегда это… Русский Робин. У нас уже есть Бекхэм в Ростове, Робин, где-то еще какой-нибудь найдем. Робин, 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 как звучит это? Ну, короче, да, гол, пушка. Потрясающе. Просто идеально положил. То есть, ну, такое вообще не берется. Там, партажский экспертиз, сейчас была бы, конечно, очень уместная, но нет. Она еще будет, но не в этом. Слава богу, слава богу. Я жду эту отбивочку просто. Но не в этом голе, конечно. Ну, ладно, давай про Захаряна. Давай про Захаряна. Ну что, не перешел Захарян, он фейлский, к сожалению. Хотя… Захаряна мог и пытался. Нет, ну что, история понятная, я думаю, если кто не читал и не слышал, там вообще был в ахуе в каком-то, я не знаю. Захарян мог перейти в Челси. Ну, ну, не мог перейти, он должен был перейти в Челси. В итоге мог. Да, но Челси был готов активировать опцию выкуп в 15 миллионов евро, но не смог это сделать из-за сложности с переводом денег. И просто клубы за пять дней, с того момента, как было сделано предложение, не смогли решить просто этот вопрос. Все банально и печально, к сожалению, но что тут важно сказать. Во-первых, что история не закончена. Последний день трансферного окна Челси и Динамо пришли к согласию, которого не было до этого все пять дней, по тому, как будет… Как это правильно сказать? Короче, нашли дорожную карту этой сделки, да, то есть нашли путь, по которому они хотят следовать, как будут переводиться деньги, то есть есть, так сказать, дентельменское соглашение, которое в ближайшее время, я не знаю, неделя, две, может быть меньше, может быть чуть больше, должно быть оформлено на бумаге, да, между клубами. И, соответственно, как только деньги переводятся на счет Динамо, это должно случиться вот сейчас вот осенью, то Захарян там подписывает предварительный контракт с Челси и зимостей, но это с игроком, да, Лондонского клуба. Так что рано еще сбрасывается… Рано сбрасывается, что в этот трансфер, да. И твои инсайдики. И мои инсайдики, но, понятно, грустно, да, что не перешел, но, во-первых, Динамо все-таки не все делал для того, чтобы этот трансфер состоялся, скажем так, то есть не было такого, что, блин, мы вот сделали все, мы приняли все условия Челси сразу же, нифига, то есть это случилось реально в последний день, а до этого Динамо как-то так велило, говорило, что только прямой платеж, ну, то есть понятно, что Динамо со мной не хотело, потому что Захарян, да, потому что и так всех потеряли, но не отпускать тоже нельзя, конечно, у игрока. Вот, ну, конечно, самое вообще главное яркое впечатление – это то, как Захарян повел себя после трансфера, да, в Челси, после того, как трансфер не состоялся сейчас, я был уверен, что он закроется, не будет общаться с прессой. И это была бы стандартная схема для РПЛ. У нас вообще не принято вот так вот открыто вести себя, да. А он вышел в мигзону, открыто ответил на все вопросы с юмором, я не знаю. Общался с Фабрицио Романом на ломаном английском. На ломаном, на кривом английском, да. Мы, может быть, вставим сюда видео, если у нас есть такая техническая возможность. Да, из-за того, как отвечал Захарян на вопросы. Реакция на все эти новости, может, те, кто написал в директ, может быть… Фабрицио Романом. Серьезно? Что написал? Когда ты приедешь. Он проверял, да, транс? Ну нет, но я думал, он сам в курсе, что там и предложение было, и все, возможно, состоялось. Если бы вот… А что ты ему отвечал? Скоро? Я со своим косым английским там… Я говорю, пока не знаю, жду информации. В общем, да, Захе большой респект за то, что он вот так вот. И это у меня как бы… как это правильно сказать… мне дало это понимание, что он готов ментально к европейскому… Я тоже самое писал, да, что это действительно такой же подход европейский, потому что… ну не знаю, представь кого-нибудь другого на его месте, даже не обязательно немолодого… А тот же Чалов закрылся, когда у него не случилось… Ну вот о чем речь, понимаешь, Захарян уже ведет себя так, как будто бы он там… То есть, ну, там же нет такого… в Англии по-другому это работает, ты там не можешь съехать, ты обязан общаться по контракту с журналистами с каждого матча… Я вот просто не знаю, мне интересно, это подсказал ли кто-то Захаряну, что тебе нужно поговорить… Это действительно интересно, но это вообще не важно… Или он сам… Это вообще не важно, в моем случае он сценарий принял, отработал его на все 100, то есть, ну, вообще вопросов нет… То есть, к нему подошли, его спросили все, что хотели, он на все ответил… Да… Никогда там не зажимался, не сливался, все четко, так что нет, Захарян красавчик… Но в этом матче не было ли у тебя ощущения, что он какой-то такой вот… Потерянный? Ну, конечно, потерянный. Он грустный, и я слышал, ну, понятно, что он там чуть ли не плакал, когда понял, что… Ничего не состоится вот сейчас… Естественно, он… Еще полгорода… …грезил, да, о том, чтобы уехать… Я там, знаешь, есть там у нас на чемпионате наш коллега Илья Никульников, который… Слышал что-то… Да, и говорит, что… Вот Захарян никуда не уедет, он никакой… Последние там несколько туров, там вот это вот все… Нет, ну Захарян явно не лучшая версия сейчас самого себя, это объективно, но, во-первых, на то есть причина, он пропустил предсезонку, там часть предсезонки, и эта вся история, естественно, немножко его сбила, но… Я думаю, что точно не повод говорить, что он там как-то сдулся и не сможет там всяко… Сдулся, это смешно, после нескольких матчей говорить про главного таланта страны, что он сдулся, это странно… Да, ну, в общем, все окей, я очень надеюсь, что Челси и Динамо все порешают, они близки… Такая, наверное, сюжетная интересная вставочка из этой саги трансферной, заявление Динамо. Они выступили с заявлением, типа, что Захарян остается, все такие, типа, ну все, трансфер сорвался. Хотя, как бы там написано, если вчитаться, как бы… Всю стороны договорились, что на данный момент игрок остается в Динамо. То есть, во-первых, получается, что стороны договорились, то есть, с Челси договоренно, что пока… Ну, это настолько прямой намет, жизненный. Да, с Челси принимает участие в судьбе игрока уже. Да, по факту. Вот. И добавок, там, прямым текстом, типа, что, ну, в будущем возможно. Да, все случилось. Ну, как бы и Захарян это подтвердил в своем интервью, что я надеюсь, что зимой все сложится. Так что ждем Захаряна в феврале на английских полях. О, да. Нет, я просто до сих пор немного, ну, мне очень хватит, чтобы он заиграл там. То есть, ну, если это прям получится, если он там приедет, докажет, там, не знаю, как-то… Не знаю, как он будет в основу пробиваться, но, там, не знаю, хотя бы в аренду уйдет, ну, не куда-то там… К черту на рога просто, а где-нибудь, не знаю, хотя бы чемпионшип или середняк АПЛ. Это будет успех. Но, если честно, вот пока… Ну, настолько большой сейчас разрыв между АПЛ и РПЛ, что вот так вот писает Захаряна в Челси. Слушай, между РПЛ и серия тоже огромный разрыв. Ну, ты видишь, что делает Хвича, который… Не такой большой разрыв. Меньше. Ну… Ну, АПЛ – это… Ну, это НБА, я не знаю. Ну, это абсолютно либо звезд. Все равно, Хвич приходит в Наполе, играя до этого полгода в батумском «Динамо», по-моему… Ну, это… По-моему, по-моему, в батумском. Да-да-да, но это вообще не важно, что он там в батумском «Динамо» играл. Ну, про Хвич мы и так знали, что он, как бы, топчик. Ну, и про Захаряна, я думаю, так. Ну, ты же не мог сказать, что вот по последним матчам Хвича за Рубин он как-то блестал? Он вообще не блестал. Нет, там еще хуже, чем у Захаряна было. Вот и вот, вот. А то мы режем. А тут человек выходит, там, «Финт Зидана» делает с… Андрюш, ну, «Наполе» и «Челси». И в штангу фигачит. Сразу после «Финта Зидана». «Наполе» и «Челси». «Наполе» и «Челси». Ну… Разница есть, но, скажем так, разница между РПЛ и серией А гораздо больше, чем разница между серией А и АПЛ. Запутан меня, решил? Ну, или ты спорить будешь? Понятно. Я пытался. В общем, Захаряна ждем в «Челси», а у «Динамо» вроде бы все хорошо. Ну, так, да. Крылья ЦСКА. ЦСКА выиграл. 1-0. Ура! Такая, знаешь, трудная победа. Я в ней был уверен, но когда там 0-0 было уже на 70-й минуте… Крылья ЦСКА, начинается, знаешь, запихнуть и выиграть. Запихнуть, затолкать там как-то. И сойдет. Три очечка. Ну, матч, конечно, был максимально такой, знаешь, заунывный, занудный, унылый. Хотя моментов хватало. Слушай, первый тайм как раз не такой уж прям заунывный, то есть это не какое-то дикое шоу, но моменты были у тех и у других, в целом вполне себе зрелищно. Чалов там чуть не положил вообще шедевр с разворота. С левой ноги в перекладину залепил, да. А вот второй тайм честно меня прям расстроил, потому что крылья, ну, так стухли. Ну, прям, ну, типа, особенно гол, гол ЦСКА с углового, хоть просто простейший, как будто на тренировке забили. Там такая была арт-подготовка к этому угловому, там просто туда-сюда бегали несколько раз, там запутывали. Ну, вот запутали всегда, потому что когда Дивеев, да, без сопротивления будут головой, ну, это все, до свидания сразу же. До свидания, до свидания, да. И после этого крылья абсолютно прибились уже, ну, это было прям грустно. Ну, крылья по этому сегодня, конечно, пока не те, что были в прошлом, да. Ну, так они изменились. Ну, они изменились, многие ушли. Да. Осень, ну, конечно, тяжело, не позавидуешь, сто процентов. Жаль этого. Жаль этого батева. Такое. Ну, он прям, да, так выглядел, конечно, дяденька. Ну, я думаю, все равно и все будет окей. Ну, а ты заметил, как стух Караскаль в этом матче именно? Ушли... У меня запомнилось только каким-то хамством, когда он там желтую получил, почти сразу заменили. Ушло тепло, ушел Караскаль. Я вот с этим вот скажу. А вот так вот, да. Мне кажется, латиносы могут начинать хандрить, когда становится похолоднее, тепло уходит, но и у них есть такая черта. Ну, реально, Самара такая промозглая была, с дождем, такая неприятная, серая. Прям не для него, реально, погода. Слушай, но про Чалова я сказал, но у него еще был момент... Когда он не забил. Как? Пробил, просто вломая... Ломаев такой, вышел, бей в меня! Вот ты знаешь... И он ударил в него. В Испании там, когда гол забивают, там типа, паузится повтор и начинает там с разных... Камера летает. Типа, там 3D просто, типа, вот так и сяк. И там, просто, знаешь, можно было бы запаузить и нарисовать Чалову вот на воротах, там типа, вот сюда можно пробить. Стрелки, куда можно было пробить. А можно вот сюда. И там в середине стоит Ломаев, и он прям в гру... Ты знаешь, Ломаев, даже если бы захотел пропустить, он бы не смог. Да. Потому что просто в него вот так мяч прилетел, ну, очень старый момент, если честно. Вот. Так что Чалов вот такой вот игрок. Он может там слева и с разворота влепить, а может один на один выйти и пробить в грудь в ротарию. А еще мне совсем не нравится показ Деллар. ЦСКА какой-то он тухлый. Передерживает, фалит, не обостряет, центр проигрывает. Пока вот этот трансфер, я не знаю, может быть, это вопрос в адаптации и там все дела. Хотя, казалось бы, серб, опять же, должен был быстро влиться. В нашем рейтинге сербов пока где-то внизу, да? Он пока, да. Вот есть бонус-майянс, он вот этот вот, а доллар вот тут вот пока, да. Поэтому пока как-то... Давай еще одну маленькую вещь отметим. Вернулся Пеняев. Пеняев, да. Ну, это круто. С возвращением. Пневмоторакса. Пневмоторакса, да. И это слово прям, боюсь, оно звучит страшно. И произносить его страшно. Ну, в общем, да, Пеняев вернулся. Наш 17-летний легендарный... 17 лет! Сергей Пеняев! Легенда Манчестер Юнайтед на месте. Здоровья, удачи, успехов, счастья. Хорошо, что там все говорили полгода, там, полгода. Сколько прошло, месяц-полтора, да? Ну, полгода, по-моему, так особо и не было такой истории. Ну, что-то там поначалу, там, какая-то подруга, там, Ифертанова говорила. Ну, это, конечно, источник, да? Это классика. Я с ним пообщала, что он в больнице. Понятно. Держи в курсе. Не, ну, ЦСКА одержал трудовую победу нормальную. То есть, как-то в топ-3, в гонке остаемся. Мне нравится, что у нас список на топ-3, там уже, знаешь, несколько команд побольше, чем 3. Типа у нас, ну, понятно, кто чемпион. У нас уже, мы Динамо туда засовываем, ЦСКА. У нас такой Краснодар веселенький, а Спартак еще же есть. И Ростов еще есть. Ну, точно не от Локомотива? Сейчас мы про него поговорим. Да. Локомотив, Ахмат, А1-2. Что, снова резина сошла с рельс? Да. Ты будешь про кукол разговаривать сейчас? Да что там в Гарине же? Да все понятно уже с Тимуромотивом. Куклы эти. Это катастрофа какая-то. Я просто в шоке. Ну, прикинь, первый гол в начале матча, Макеев что-то исполнил вообще шикарное. Он показывал, что ему попали в лицо, что-то такое. Но куда ты его просто игроку Ахмата отдаешь, и в итоге Канате же разобрался. Макеев, кстати, в этом моменте сказал, что Бериша самый мирский игрок РПЛ. Слушай, мы тут как бы не можем такие оценки давать, но в целом... Мне попали, говорит, в глаз. Но в целом, Бериш действительно такой, знаешь... Производит такое впечатление. Неприятненький соперник. Неприятненький, да. Это знаешь, типа, как какой-нибудь Луис Суарес. Когда он в твоей команде, типа, тебе нормально, но когда он против себя, просто хочется задушить. Потому что, ну, реально, он постоянно там любит где-нибудь пнуть, кольнуть. Он такой, да, по нему видно, да. Ну, заряженный, короче, парень. И, да, после этого Канате забил. Канате удалился. Две желтые. А, что он пошел отдыхать? Обе без вопросов. Сначала у локоточки, потом он с шипами там наступил на ногу. Все, две желтые отдыхать. Вы в большинстве. Казалось бы. Полчаса прошло. У локомотива час. Локомотив в большинстве. Ну, разрывайте этот тахмат, не знаю, у вас состав сильнее. Сравнивали. Вы дома. Сравняли. Ну, сравняли, хотя пенальти. Пенальти был? Судейская экспертиза. Наверное, был. Вот знаешь, я его с первого раза вообще не увидел. Мне показалось, что Миранчук нарисовал просто на сто процентов. Ага. И только на каких-то повторах, там, с определенного ракурса видно, что цепляли ноги. Но, скажем так, это, знаешь, какое-то умение футболистов в нужный момент дорисовывать. Да, конечно. То есть нет такого, что ему там, знаешь, влетели в колено прямой ногой. Рахим Стерлинг владеет этим искусством. Нет, Рахим Стерлинг умеет сам в себя споткнуться и упасть. Миранчук так не сделал, справедливости ради. Но, вот не знаю, я, как не профессиональный футболист, как вообще не футболист, как никто, я бы не сообразил, наверное, упасть здесь. А Миранчук почувствовал касание, сразу же завалился. Вот, так что да, пенальти. Хотя я бы, не знаю, явно это ошибло или нет. Потому что я не увидел, его позвали на вар и вот только там уже. Ну да, 1-1. Второй тайм у вас целиком есть. Душите этот тахмат, они в меньшинстве. Что делает Локомотив? Локомотив какие-то подачи. На кого вы? На Игнатьева. Ну, знаете, этого Игнатьева. На кого вы навешиваете? Ну, это вот наследник Яна Коллера, это вот здоровенная группа просто. Прости Игнатьев. Ты должен быть еще выше Игнатьева. Чем выше Игнатьева, да. Короче, подача на Игнатьева, какие-то дальние удары, дикие просто. Там уже те князян бьет с 30 метров. Ну, дурдом. И еще какой-то ад был с... Локомотивы же были в момент, когда, типа, удары были с нормальных позиций. В них вселился Чалов коллективный такой, знаешь, типа, ну, все удары шли у вратаря. То есть два варианта, либо мимо, либо вратаря. Ну, я не знаю, я не люблю, знаешь, в эту тему, знаешь, что ворота большие. Как вы можете туда не попасть? Ага. Можно не попасть, как бы, это известный факт. Но вот чтобы вот весь матч вот так вот бить и потом пропустить. И гол, по-моему, Судулаев забил, да? Просто Судулаев против манекенов. Типа стоит оборона, там, не знаю, человека 3-4. Ну, 3 точно было. Судулаев такой принял, такой, типа, убрал подлево. Все такие, что бить будешь? Он такой, буду. И в угол. Спасибо. Спасибо. Я тебя за среды. У нас всегда связи. Как это было легко. То есть я бы там есть в Худякова. Ну, Худяков, правда, такой, знаешь, молодой. Может быть, не до конца может, там, как и Кенфеев. Разорвал бы их все. Как и Кенфеев не может там всех разрывать. Но, по-моему, это просто преступление. Ну, вы что делаете? Человек на линии штрафной, на ударный позиции. И все стоят, смотрят футбол. Короче, локомотив — это катастрофа. Живет локомотив, да. Локомотив — это катастрофа, честно. Ну, вот проиграть в большинстве дома. Ну, Ахмат, как бы, да, не самая слабая команда. Но, блин, вы не Зениту проиграли, как бы. Короче, я не знаю. Это ужас. Они и Зенита проиграли. Они и Зенита проиграли. Но Зениту в Питере как бы не стыдно. Хотя счет был. 5-1, да. Да. Короче, да, локомотив. Зато на каком стиле был Андрей Талалаев? Блин, я не хотел про это говорить, потому что я не удержался и в телегу запостил про это. Причем самый стиль был в первом тайме, в первой части, когда у него, ну, это водолазка, да, пиджак, и у него еще была застегнута пуговица. Такой мужчина. Ну, жених. 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 Короче, да, локомотив мы в наше воображаемое топ-3, куда входит несколько команд. Не включаем. Нет, локомотив. До свидания просто. Это ужас. Ты думаешь, что не выправят они ситуацию? Да, даже если выправят, ну, вот так вот играть нельзя. То есть, ну, это, не знаю, ну, топ-5 будет подарочком. Это будет просто, знаешь, успех. Там можно будет всем медали вручать, не знаю. Награждение. Сором выпишут себе премию, да. Да, да, обязательно. Очередную. В общем, да, локомотив мы хоронимся. На днях совете директоров РЖД. Точнее, совете директоров локомотива. Что же там будет? Что-то будет. Что-то будет. Спартак, Зенит. Наконец-то. К главному. 1-2. Зенит выиграл. Андрюша, ты так любишь сказки про пони. Рассказывай нам тут про интригу в РПЛ. Я до сих пор считаю, что она не умерла. Три очка отрыва. Нет, это серьезный. Вы это слышите? Это серьезный отрыв для восьми туров. Ну, нормальный человек. Все равно. Смотри, помнишь, мы с тобой спорили. Ты там говорил, что типа ЦСКА не проиграет. Ты мне говорил, что нужно, чтобы я поверил в интригу. Я говорил, нужно, чтобы Зенит выдал там сервис поражений, но как минимум проиграл конкурент. Проиграл ЦСКА, проиграл Спартаку. Что было после этого? Зенит победил ЦСКА. Еле-еле. Ну, какая разница, господи. Это чемпионская команда, понимаешь? Они обязаны выигрывать 10-0 всех. И потом и пилили Спартак. Интрига. Rest in peace. Отпеваем сегодня интригу. Ну, не знаю. Ну, я отпеваю. Ну, потому что, слушай, ну... Отпеть. Ну, что не Спартак? Твой здоровье. Короче, вообще не удивлен. Спартак, ну, понимаешь... Тебе понравился Спартак? В этом матче? Да. Боже мой. Нет, конечно. Ну, типа, смотри. Мне понравился гол Соболева. Ну, это шедевр. Гол Соболева шедевр. Ты, конечно, не удержал, сравнил его снова с Бергампом. Конечно. У нас уже два гола Соболева, где он Бергамп. Помнишь, он забил... Не помню уже кому. Я понял, да. Ростову, помню. Да. Тоже, когда там развернулся. И здесь Соболев меня порадовал тем, что он ту атаку, в принципе, сделал... Ну, 90% в этой атаке это Соболев. Тем, что он принял мяч, отдал на Промес. Он принял в центре. В одно касание идеально отдал на ход. Ну, понимаешь, лучше не придумаешь. Как будто, знаешь, линейка вымерял, куда нужно, чтобы Промес добежал, и сразу с мячом оказался. И потом, да, принял в штрафной, разворот, с левой, противоход. Ну, короче, тут просто маэстро. А помимо голевого паса куда пропал Промес, скажи мне? Вопросы? Да, растворился лучший дроп чем Фаната. Что ты мне это высказываешь? Ну, не, я спрашиваю. Я тут себе делал, что ли, Промес хвалил? Ладно, хвалил было. Я спрашиваю, как у Фаната Спартака. Ага. Слушай, нет, ну, сложно говорить просто про Промеса. Там вся команда, в общем-то, как-то не впечатлила. Ну, центр поля где? Что происходит? Почему вот так вот выиграет Спартак? Я не знаю, короче. Ну, давай так. Я не могу сказать, что я как-то дико расстроен, потому что я ровно этого и ожидал. То есть у меня есть четкое представление, что вот есть Зенит, а есть все остальные. Как бы Спартак там хорош не был с Сочи, не знаю, с Уралами всякими. Ну, есть Зенит, который даже если там... Я говорю, Зенит может играть в ничьи с химками там, с кем-то еще, сколько угодно. Это русская Бавария, которая вот может себе позволить отдать очки к середняку. Но когда будет топ-матч, они такие, ну, здесь мы должны выиграть. Потому что это статус, как бы мы не должны сдавать позиции. Когда Соболев забил, ты верил в победу? Нет, я верил в ничью максимум. У меня в целом было предсутствие, ну, как бы напрашивающееся, но все равно, что Спартак точно не выиграет. Ничья была бы, по итогу могу сказать, что ничья была бы просто праздником. Но это был бы незаслуженный праздник. Ну, слушай, но при этом... Ну, то есть, вот мы хвалили много, обоскали за гейм-менеджмент. Да, но вот в этом матче он запоздал. То есть, скажем так, гол как будто его смутил в плане того, что Спартак все равно по игре-то был хуже. Да, с Зенитом было куча моментов. Один из ударов против одного. То есть, сказать, что он не поверил в свое счастье и решил сразу подсесть? Нет, наоборот, он не исправил недочеты, которые были в первом тайме, несмотря на гол. То есть, там вполне можно было, я думаю, менять Игнатов в перерыве, чтобы как-то оборону усилить. Но Игнатов по такой игре вообще не понятно, зачем нужен. Потому что, да, соперник давит, тебе нужно быстро убегать, видимо, в контратаке какие-то. Игнатов вообще не про скорость. Да, ну, короче, можно было как-то... Короче, голом из Соболева нужно было воспользоваться как подарком каким-то, да, и его как-то бережно так хранить. А Абаскальт для этого ничего не сделал в перерыве. Но при этом гол первый, извините, глупость же абсолютная. Какой-то пугловой отскок. Там Ловрен за 5 секунд до того, как нанести удар, был вообще спиной к мячу. Знаешь, у Спартака в этом моменте было куча моментов, когда он мог пропустить, но пропустил самые дурацкие голы. Первый, да, это реально, это жесть, даже смеяться не хочется. И опять же, вратарская экспертиза. Вот, давайте отбивочка. Вратарская экспертиза от Андрея Панкова. Да, Максименко виноват, я считаю. Серьезно? Да. Но он в полупозиции оказался дерганный какой-то. Вот он то пошел, то не пошел и получил в итоге от Ловрен. Потому что Максименко был еще лучше у меня в начале матча, когда он просто отдал мяч. А, отдал, это великолепно было, да. Это просто шедевый, да. Я стоял прям за воротами Максименко. Знаешь, сердечко сказал, там, моя остановочка, все, до свидания. Обалдел. Я выхожу здесь. Да. Ну, короче, гол дурацкий. Ну, кто знает, если бы Зенит так быстро не отыгрался, то что был. Может быть, они и не забили бы два. Да ну хватит. Слушай, Зенит должен был сбавить гораздо раньше и гораздо более нормальный гол. Не эту вот фигню, когда Ловрен там... Ловрен же сам мяч потерял. Да. Он просто там все стоят такие. Мяч в это время летит. И просто Ловрен первый его заметил. А, вот же он. И пробил. Вот. Так в целом можно было бы еще по полчаса там стоять и крутить башкой, как Джон Траволта. Знаешь, что тут. Да, да, да. И... Кстати, во втором голе Максименко тоже есть вопросики. Ты же такое-то. Еще одна ворота всю экспертизу, да? Лапа по полупозиции за стул. Ага. На прямых ногах. Ты знаешь, чем дело? Ну, тебе, конечно, виднее. Нет, там понятно, что там защита, привет. Да, я не могу. Мой там пять лет прицеливался. Да. Я не могу винить вратаря в ситуации, когда защитники вообще ничего не сделали. То есть, в моменте с Ловреном все потеряли мяч. Во втором, в голе мостового просто, ну, это вот как локомотив, когда Садулаев забивал. То же самое. Причем мостовой на этот гол шел, блин, с первого тайма. Да, да. На этот удар выходил там миллион раз, и то блокировали, то он не попадал, то там еще что-то. Но здесь то же самое, я говорю. Просто все стоят и ждут. То ли пытались передать игрока другому, не получилось. Этот тоже застыл, этот опоздал. Мостовой там такой, типа, вон угол. Ага, сейчас. Вот так вот. Нет, лучше вот так вот дай. У него там полчаса было просто. Это катастрофа реально. Это просто преступление. У меня слов нет. Ужасно. Ну, еще, мне кажется, выход Николас на хорошее подтверждение, объяснение, почему он мало играет сейчас. У него был гениальный там в конце матча, если помнишь, пас с пяткой в пустую зону. Гениальный. Я прям вот тоже, я наблюдал вот так вот этот момент за воротами. Слушай, там еще вышел Бальде Кейта. Бальде что, произвел на тебя впечатление? Очень классный удар был с 30 метров. Почти сразу после того, как он вышел. Знаешь, вот когда в детстве был дома надутый шарик такой, воздушный. И ты думаешь, типа, как по футбольному пробью, и ты по нему бьешь, а он такой вот. И на месте замирает. Примерно так же пробил Кейта. Я не знаю, как он так умудрился, как будто, знаешь, просто газон копнул, так вот, ковшом. Он просто по этому мячу пробил, мяч такой, типа, и все. Как будто, не знаю, потом продырявили ножом. Ага. Мяч, конечно же. Никита. Это Квинти Промес сейчас. Простите, пожалуйста. Опа. Ну что ты намекаешь, Андрей? Нет, ничего. Единственное, в чем мне понравилось реально, ну кроме гола, Спартак, это момент, вернее даже не Спартак, а персонально Джики. И в целом вот, если выделять кого-то из Спартака в этом матче, то это Джики. Джики? Ну да. Потому что в целом он там подчищал много, спасал. То есть, ну, Джики, наверное, единственный, кому у меня прям нет больших вопросов. Ну ладно, Соболев еще. Соболев за гол. Соболев, да. Соболев, нет вопросов. Да. Стычка была. Стычка, стычка. Махач, махач. Драка. Мать волнуется. Мыло потекло. В конце первого тайма Промес там пихнул Вендала. Да. И началось, короче. Потом Джики там Ловрана. Это вот перед этим, значит, набросился. Сначала, значит, Вендал пошел бы сказывать. Хотя, знаешь, типа, ну, конечно, Промес не прав. Но это не ничего криминального. Он там не швырнул его на трибуну, не ударил сзади там под колено шипами. Ничего такого криминального не было. Он пошел им предъявлять. Прибежал еще один Бразил, Малком, да. Началось, короче, вот давление. Качало. Да. Движение. И тут примчался Ловран и просто начал бычить на Промес. Типа, ну, знаешь, Ловран Промес, как бы. Офигенное соревнование, конечно. И потом, да, вот тут Джики разобрался просто на стол, как капитан, сто процентов. Пришел, сразу Ловран отправил до свидания просто за пивом. Потому что, ну, что-то такое, как бы, Промес особый и не спортивный. То есть, он не был, такого же Промес там лез с кулаками. Он-то все выслушал, типа, Кунки там корчил гримасы, но ничего такого не делал в ответ. Зачем было на него так наезжать дополнительно, непонятно. Вот, в итоге даже Симаку пришлось выбегать. Симак там встал, типа, нет, стоп, ладно, остановитесь, что же вы делаете, ребята? Давайте жить дружно. Хотя в стиле Симака, да? Вот такой Кот Иопольт. Да, да, да. Вот. Но при этом момент нужно тоже сказать, который был минут за пять до этого. Бариус и его актерское мастерство. Оскар. Похлопаем. Да, просто. Я же Оскара. Это же надо. Он взял руку Зобнина, ударил ей сам себя. Это вот был такой, знаешь, легендарный видос в интернете лет десять назад. Там просто, ну какая там Южная Америка, это реально чувак берет и падает. Но там все заметили здесь тоже. А на что ты рассчитываешь, типа, чувак, ну, вар есть. Если хоть, чтобы Зобнина удалили, ну, как-то приоритетично нужно изобразить, да? Он там лежал просто. Там момент же в динамике я не увидел его. Да. И вижу, что валяется Бариус. Что же там случилось? Потом выясняется, что Бариус просто вот вот исполнил и лежал там минуты три, наверное. Потом еще лед прикладывал. Лед прикладывал. Бедняжечка. Да. Надеюсь, с удовольствием все хорошо, да? Пожелаем ему выздоровления после этого. Ну, короче, странное было зрелище, да. И такое не всем футбольное, если честно. Ну, это прям очень низко такое. До такого пускаться, конечно. Прям вот так вот. Грязно, не знаю, как можно это сказать. Слушай, ты сказал еще про тайм-менеджмент обоскали? Угу. Тайм-менеджмент, матч-менеджмент, естественно. Это же просто матч-подстав для него. Две травмы. Ой, да. Тяжелые травмы основных игроков. Особенно Литвинов. Минус Литвинов, у которого голеностоп изогнулся. Мы тут ставим обязательно скрин. В какой-то неестественной форме просто был. И потом обоскаль сказал, что у него этот голеностоп распух до размера футбольного мяча. И сморозил какую-то чушь еще обоскаль. Сказал, что, ну, типа, в лучшем случае неделю пропустит. Какую неделю, обоскаль? Ну, типа, у тебя до такого размера голеностоп это не неделя. Ну, да. Короче, я не знаю. Возможно, какие-то проблемы с переводом. У меня не был на прессухе, но это больше странно прозвучало. И минус Мартинс. Да. И кто будет играть? Два игрока от центра поля. Зобнин, Умяров, Пруцов. Так? Получается. Не очень, конечно, креативно. И Игнатов еще. Ну, Игнатов где-то над ними там будет тусоваться. Можешь Кейтуб выпустить это? Еще же пока Зиньковский травмирован. Да, кстати. Короче, у Спартака все очень плохо. Офигенный матч сыграли. Проиграли. Лишили из двух основных игроков. В общем, не матч, а катастрофа. Но, опять же, я говорю, я на моем ощущении от Спартака в этом сезоне вообще это никак не сказывается. Ну, вообще никак. Ну, проиграли Зениту. Кто не проигрывает Зенитов, как бы? Химкин? Ну, окей. Респект Химкам. Ну, посмотрим, где они будут в конце сезона. Привет, Сергей Юран. Да. Ну, и что еще можем сказать? Ну, что грустно мне. Я надеялся, что Спартак зацепится искренне. Ну, я верил. Когда они забили, я прям порадовался. Не, он, конечно, порадовался, но... И то, кто он предсказуем. К сожалению. Ага. Зенит чемпион. Кто же мог подумать? Спартак будет цепляться за нашу резиновую топ-3. Ага. Ну, и вот так. Матч Тура. Ну, в целом, ты разочарован матчем Тура или нет? Если без результата, а вот просто вот самой игрой. Я разочарован атмосферой. Конечно. Пустые трибуны. Да. Я был за вот этим подобием фанатки Спартака, да. Конечно, это... Лжефанат. Не сравнится, да. Вообще, ни в какую атаку. Но футбол интересный был. Ну, типа, не могу сказать, что я прям разочаровался именно качеством. Вполне себе. Меня, знаешь, немножко что разочаровало еще. В конце матча Зенит уже такой, типа, знаешь, просто играл по счету. А Спартак даже не смог организовать какой-то навал в конце. Ну, там был момент, когда Киржаков вытащил. Один момент у промеса был, когда он пробил и Киржаков вытащил там без ренту. И все. Но был великий момент, когда Никита Чернов минуту играл без бутса. Кстати, да. С рукой. Это прям... Прекрасно. Я такого никогда не видел. Он просто минуту реально бегал, у него в руке бутсы, тут гетро... А я вообще, я не знаю, то есть это вообще можно так по правилам футбольным? Я думаю, да. Играть же нельзя без бутсы. Я думаю, нельзя играть без бутса. Когда ты выходишь, девять минут бегаешь без бутс специально. А когда у тебя она слетела, она что-то игрушка что ли останавливает? Нет? Тут как раз все логично. Короче, Спартак проиграл Зениту. Все заслуженно. Таблицу мы сейчас вставляем, да? Вот здесь будет табличка. Она тут влетает. Но с пометкой, что еще матч Ростова не сыгран. Да, друзья, у нас, к сожалению, мы не можем записываться во вторник. Это быстренько поздно, все протухнет. Поэтому мы сегодня без... Матча Ростова-Торпедо. Ростов-Торпедо, да. Как-нибудь уже без нас, видимо. Надеюсь, там еще не будет такого яркого, что мы могли бы упустить. Сейчас Торпед 5-0 выиграет. И что делать тогда? Записывать микро-подкаст. Про Торпедо. Да. Для двух людей. Для Ильи Геркуса и нас с тобой. Так, учимся читать с Андреем Панковым. Ладно, ты для трех людей. Илья Геркус, мы с тобой. Для трех людей. Хорошо. Все. Давайте прощаться. Да, давайте прощаться. В общем, спасибо, что смотрели. Это был очередной выпуск нашего подкаста. Увидимся на этом же месте через неделю. Ну и любите наш футбол, как временами тяжело это не было. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok